Электронные СМИ на предыдущей неделе сообщали о том, что в столицу накрыло облако серого водорода. Рассматривались версии, искали виновных, обсуждали в блогах. Ведновчанам тоже было о чем задуматься. Всю прошлую неделю жители Жуковского проезда, некоторых домов по ПЛК и 6-го микрорайона задыхались от едкого дыма. Самое неприятное то, что это не исключительная ситуация. Подобное происходит с завидной регулярностью. Причину искала наш корреспондент Татьяна Акимова. Этот небольшой уютный сквер пользуется популярностью у жителей Жуковского проезда и некоторых домов по проспекту Ленинского комсомола. Здесь принято гулять с детьми. Городские власти установили современные игровые комплексы. Приятно прогуливаться в любое время года. Удобно расположены дорожки, есть скамейки. Ведновчане ласково называют этот сквер сосенки. Только вот когда в последний раз они вдыхали хвойный аромат? Теперь все чаще его заменяет едкий запах. А здесь воняет отвратительно, скажу вам честно, особенно сегодня. Почему-то вот как мы зашли с полка вот сюда в район Жуковского и Сосинок, просто это надо на прищепку, наверное, и все. Пахнет гарью. Дышать тяжело. Мне очень приятно. Неприятный запах, который дит. Я очень рад. Думаю, небезопасно у нас. Гулять невкусно нам. И гарью тут воняет. В последнее время, да, я на балконе щепчусь дома здесь, и прямо на гараже выходят на балконе, часто запах ощущают. А что это такое? Ответ на этот вопрос мы отправились искать вместе с сотрудниками патрульно-постовой службы и представителем МЧС. Мы буквально взяли след, ориентируясь на едкий запах, вышли на территорию гаражных кооперативов. Поплутав между рядами, обнаружили дым, идущий из трубы автосервиса. Чем тут? Ну, собственно, здесь только лишь коробочка. Дерево. Владелец бокса любезно указал нам, что может быть источником запаха. У нас труба, и вот по этой стороне, и середина гаражного кооператива, один из труб, где все время чужой. То есть вы считаете, что это оттуда вот этот запах? Не считаю, уверен. Там сжигают резину. Собирались было двигаться дальше. И тут нас накрыло волной такого едкого дыма, что дышать стало нечем. Дым поднимался из знакомой трубы. СП и пластик. Соленый. Дышать хуже будет. Не надо. Как пригорит, больше купили бы пару этих. Ну, смотри, вроде как деревья, а их ДСП и... Закудрили они. Эти неучи не подозревают, что подбросили в печь. Или что еще страшнее, делают это специально. Пластиковая бутылка. Состав. Полиэтилен-терифталат. Также известный как лавсан, полиэстер. Термопластик – наиболее распространенный представитель класса полиэфиров. При сжигании выделяются диоксины. Даже при чрезвычайно низкой концентрации накапливаются в организме, вызывая мутации, способствуя развитию онкологических заболеваний, астмы, аллергии, вызывают уродства у младенцев в утробе. Один из основных токсинов, выделяющихся при сжигании PET-бутылок – кадмий. Его почти невозможно извлечь из природной среды, поэтому он накапливается в ней, попадая различными путями в пищевые цепи животных. В организме млекопитающих кадмий в первую очередь накапливается в почках. И после достижения пороговой концентрации около 0,2 мг кадмия на 1 г веса почек появляются симптомы тяжелого отравления и почти неизлечимого заболевания. В состав ДСП входят формальдегидные смолы. При длительном воздействии формальдегид оказывает аллергенное, мутагенное и канцерогенное воздействие, влияющее на почки и печень, центральную нервную систему, что приводит к усталости, депрессии, частым главным болям. Формальдегид накапливается в организме и трудно выводится. Особенно сильно подвержены воздействию формальдегида дети. Страшно то, что, судя по едкому запаху, сжигание подобного мусора на территории гаражного комплекса происходит постоянно. Зимой и лето, бывает, что здесь жгут, но там жгут эти автосервисы. Каждый день пахнет горью. Это, наверное, сервисов. Там их два сделали, и нас не спросили, можно или нет. И зимой сейчас так же будет. Просим считать этот сюжет видеообращением во все инстанции службы надзора и требуем проверить, как соблюдаются нормы экологической, пожарной, санитарной и другой безопасности в гаражных кооперативах на территории города. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Алексей Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.